Бокер Тов, доброе утро! Мы начинаем наш третий урок в понедельной главе Торы Шмини и мы дошли к очень интересному страшному событию Сначала Маше принес жертвы предписанные на жертвенник и написано вышел огонь от Бога и сжег их и увидел это народы полниц что-то невероятное произошло мгновенно сжег обычно мы знаем, что жертва горит утренняя до обеда потом вычищают ставят жертву по всеполуденную и вечером догорает эта жертва а утром убирает пепел жертвенника и поддерживает огонь а тут мгновенно сгорели жертвы моментально это что-то произошло невероятное и на радостях взяли на Даве-Вегу сыновья Агарона два праведника каждый свой совок взял руку свою положили на совок угля и принесли смесь благовоний и написано вышел огонь от Бога и сжег их то есть что-то невероятное произошло мунициплицы говорят есть мнение, что и святая святых когда так огонь вышел или просто с неба сошел то есть невероятный огонь но самое интересное что тела целые одежда целая Медраж пишет что зашли какие-то молнии в ноздри их и забрали душу вот такое невероятное событие и сказал Маше Эльцефану Михаэлю двум левитам главным чтобы они вынесли тела братьев своих застан и вынесли их в рубахах их застан то есть это самые большие люди были левиты Эльцефан Ценузель возглавлял самое главное колено из трех колен леви колено Кегата в общем такое событие что они хотели добиться впечатление от текста Торы что они воскорили огонь чуждый который Всевышний не велел вот это вот это и есть основная версия Торы которая написана дальше стоит написано что после этих событий написано сразу что не пейте спиртного ни вина ни хмельного не пей на службе коины не имеет это право делать есть мнение мудрецов что они выпили на радостях спиртного и погибли есть другие мнения что они смотрели на шхину когда в Г.М. Шпатимов читают что видели не сильно воели и пили когда зашли Маше Агарона и 70 старешин Израиля и мы это читали и вот они наслаждались все орешхины может за это в общем разные версии мудрецов есть мнение что они умерли потому что Агарон был связан с этим золотим тельцом то есть разные мнения основная версия естественно огонь чуждый который Всевышний велел есть интересный комментарий к этому что они хотели соединиться со Всевышним потому что написано что Всевышний первого человека в Адама вдунул в нос для дыхания жизни стал человек существом живым и вот это частичка сущности Бога вот это частичка души и стремление человека выполнить заповеди чтобы вернуть ее Всевышнему в общем в самом хорошем виде вот они хотели соединиться с Всевышним есть такое тоже мнение удивительное что они вот так поступили обдуманно поступили вот есть такой тоже вариант комментариев к этой главе на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Ахум моего дяди Владимир бен Григорий моего брата Павел бен Ефим Лев бен Шмуэль Хая Малка Бат Йосиф Мир бат Аврагам памяти Ури бен Харинтон Мендель бен Мендель за здоровье Борис бен Мария Светлана бот Клара Анна бот Ривка Полина Перв бот Соня Сура Женя бот Ида Лена бот Клара Анна бот Елена Евгений бен Софья Двойра бот Мирьям Моисей бен Ева Ирина бот Двойра Йосиф бен Раиса Инесса бот Маэль Евгений бен Берта Евгения бот Ита Ицкак Шимон бен Бейла Мотел Фира бот Анна Гитл бот Мирьям за хороший дух Арон Арье бен Двойра Денис бен Ахум Авигал Бацар Всем все самое наилучшее Пусть скоро закончится эта война До следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok